Музыка Следственное управление СК России по КЧР объявило в федеральный розыск 34-летнего Бурлакова Ахмата Исламовича. Его подозревают в убийстве и покушении на убийство. По данным следствия, 27 мая 2021 года на территории автомобильной стоянки, расположенной в селе Учки-Кен, между тремя мужчинами произошла ссора на бытовой почве. В результате конфликта подозреваемый из-за неприязненных отношений к двум местным жителям причинил им ранение из огнестрельного оружия, после чего скрылся. Один из раненых скончался в больнице, второй госпитализирован. Уголовный розыск отдела МВД России по Малакарачаевскому району обращается с просьбой, если вы обладаете какой-либо информацией о месте нахождения Ахмата Бурлакова, обратиться по телефону 8 878 77 270 33, 8 999 490 32 11, либо в любое подразделение полиции по 02, по мобильной связи 102. Сотрудники уголовного розыска раскрыли убийство 38-летнего жителя станицы Зеленчукская. О том, что он уехал 11 мая на автомашине и не вернулся, полицию спустя три дня сообщила его мать. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили тело пропавшего с признаками насильственной смерти, закопанном в подвале одного из частных домовладений станицы. По подозрению в совершении убийства задержан хозяин дома, 36-летний мужчина. Он дал признательные показания. Орудие преступления, нож, изъят. По данным следствия, причиной убийства стал бытовой конфликт. Расследование уголовного дела продолжается. В Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота табачной продукции. Сотрудникам полиции поступила информация, что 31-летний житель Черкеска торгует табачной продукцией без специальных марок акцизного сбора. В ходе ее проверки сведения подтвердились. В частном домовладении подозреваемого и в принадлежащем ему магазине были обнаружены и изъяты более 63 тысяч пачек сигарет, жевательного табака и курительных смесей общей стоимостью около 2 миллионов 300 тысяч рублей. Продукция была признана экспертизой, не соответствующей требованиям российского законодательства. Следственный отдел отдела МВД России по городу Черкесску в отношении данного гражданина возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки. Фигуранту избрана мера пересечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские в Черкесске задержали мужчину, который из огнестрельного оружия ранил работника коммунальной службы. Конфликт произошел из-за того, что подозреваемый высказал недовольство работой коммунальщиков на улице Киевской, где он проживает. После словесной перепалки с одним из рабочих мужчина пошел домой, взял зарегистрированное на себя охотничье ружье и вернулся к месту, где работала аварийная служба. В ходе дальнейшего разбирательства в салоне служебной газели коммунальщиков недовольный абонент выстрелил из принесенного им оружия. Пуля попала в голень его оппонента. Раненый был госпитализирован, а подозреваемого задержали прибывшие сотрудники полиции. Проводится проверка. Прокуратура Республики настояла на том, что бывших чиновников администрации Прикубанского района, похитивших из бюджета 86 миллионов рублей, приговорили к реальным срокам лишения свободы. Обвинение, посчитав наказание слишком мягким, обжаловало постановление Прикубанского районного суда, который подсудимых приговорил к условным срокам. Верховный суд Карачаева-Черкесии согласился с доводами прокуратуры и назначил новое наказание троим из пятерых фигурантов уголовного дела. От двух до четырех лет реального лишения свободы с лишением права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления. Преступление совершалось на протяжении с 2011 по 2013 годы. В обвинительном приговоре утверждается, что план хищения бюджетных денег разработало лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи с его смертью. Соучастниками преступления стали бывшие уже начальник управления труда и социальной защиты населения администрации Прикубанского района и его подчиненные. Они, используя свое служебное положение, завышали в ведомостях суммы на получение субсидий по компенсации расходов на оплату жилья и коммунальных услуг жителям Прикубанского района. Подложные документы направлялись в Министерство труда и соцразвитие КЧР для начисления денег. Излишне приписанные суммы изымались, половина нелегальных денег уходила организатору, остальные деньги делили участники группы. На каждой банковской карте есть конфиденциальная информация. Именно за ней охотятся мошенники. Особо секретной является так называемый CVV-код. Три цифры на обратной стороне карты. Если вам пришло сообщение «Карта заблокирована, для разблокировки сообщите ее реквизиты» — это мошенники. Разблокировать карту можно только в офисе банка. Если вам пришел цифровой код и незнакомый человек просит назвать его — это мошенники. Код нужен ему, чтобы снять деньги с вашей карты. Если под предлогом перевода кто-то просит вас сообщить пин-код или CVV-код, размещенный на обратной стороне банковской карты — это мошенники. Пин-код карты не должен знать никто, кроме вас, даже сотрудник банка. Если вам сообщили, что вы стали победителем лотереи и просят указать реквизиты карты для получения выигрыша — это мошенники. Запомните! Настоящий сотрудник банка никогда не спросит. Номер банковской карты. CVV-код. Пин-код. Одноразовый пароль из СМС. Кстати, мошенники научились подменять подлинные телефонные номера кредитных организаций, государственных служб, выдавая себя за их работников. Что делать? Не вступайте в переговоры с неизвестным. Положите трубку. Позвоните по номеру банка, который указан на обратной стороне вашей кредитной карты. Расскажите о случившемся. Редактор субтитров А.Семкин